Хотите немного послушать о невозможном двигателе? Тогда вы пришли по адресу... Всем доброго времени суток! Вы смотрите самое научно-новостное шоу «Чуть-чуть о науке», где реальные ученые рассказывают о достижениях реальной науки. Поехали! Один из участников форума NASA Space Flight Хосе Радаль заявил о том, что в скором времени выйдет рецензируемая научная публикация, которая подтверждает работоспособность невозможного двигателя M-Drive. А теперь по порядку. Двигатель M-Drive — это электромагнитный двигатель, который производит тягу без использования реактивного выброса. То есть у него там ничего не фигачит сзади, как мы привыкли. Он состоит из магнетрона, создающего микроволновое излучение, и медного конического резонатора волновода. Последний, по словам изобретателя, передает усилия со стороны широкого конца конуса, приводящие к появлению тяги. Основной проблемой двигателя является то, что он как бы нарушает закон сохранения импульса, так как M-Drive является закрытой системой и не может увеличивать свой импульс без внешнего воздействия. Работоспособность двигателя проверялась независимыми группами ученых, но однозначно исключить или списать генерируемую им тягу на взаимодействие с веществом не удавалось, ровно как и подтвердить ее существование. Однако, вроде как в новой статье команда ученых из НАСА приведет новые, более точные экспериментальные данные, которые должны доказать работоспособность нового двигателя. По имеющейся у нас информации, мы же серьезное новостное агентство, статья уже прошла этап рецензирования, то есть несколько независимых ученых подтвердили правильность приведенных данных. Что ж, подождем, когда выйдет эта статья. Но если это все подтвердится, то у ученых-теоретиков наступит достаточно трудный период. Им-то придется это все объяснять. Кстати, пишите в комментариях, что вы думаете, правда ли этот двигатель рабочий, и можно ли будет его поставить на ласточку или турбировать. А чтобы не быть такими малословными, мы решили рассказать вам о некоторых интересных двигателях. Первый — это солнечный парус. Да, это реально работающий двигатель, на котором летают космические корабли. Его действие основано на давлении света на зеркальную поверхность. Ведь свет — это не только волна, но еще и частица. По сути, это как ветер, только очень-очень слабый. Но в реалиях космоса этого вполне хватает. Следующий тип двигателя, хоть и имеет весьма впечатляющие характеристики, но широко не используется из-за одного существенного недостатка — слишком малой тяги. Речь идет об ионном двигателе. Принцип работы двигателя заключается в ионизации газа и разгоне его электрическим полем. КПД такого двигателя может достигать 80%, а время непрерывной работы — более трех лет. Таким образом, в условиях невесомости существует возможность разогнать космический корабль до таких скоростей, которые недоступны сейчас другим типам двигателей. Но, друзья, когда мы с вами говорим о скорости, не стоит забывать о пока только гипотетической технологии варп-двигателя, которая, как и наш герой М-Драйв, пока не имеет четкого теоретического описания. В общих чертах принцип работы варп-двигателя заключается в деформации пространства перед кораблем и за ним, позволяя ему двигаться со сверхсветовой скоростью. Пространство сжимается перед кораблем и разворачивается за ним. При этом само судно находится в своеобразном пузыре, который защищает его от деформаций. Причем корабль фактически в этом поле остается неподвижным. Движется искажаемое пространство вокруг него. В целом, такое описание принципиально ничему не противоречит. Кто знает, может в скором времени мы сможем летать быстрее скорости света. Всем привет! В конце августа на Гавайях завершился годичный эксперимент по имитации жизни на Марсе, так как именно Красная планета считается самым перспективным кандидатом для колонизации. Целый год 6 человек жили в специальном закрытом куполе диаметром 11 метров. Им приходилось соблюдать все условия проживания на Марсе. У них был ограниченный доступ в интернет и письма приходили с 20-минутной задержкой. На сегодняшний день известны только общие вещи. Результаты психологической экспертизы будут обнародованы позже. Однако уже можно говорить об успешном результате. По словам участников, самым сложным моментом была скука. Мне кажется, это похоже на годичную лекцию в универе, когда у тебя еще телефон сел. Наверное, после этого кандидатам будут преподавать курс преодоления скуки. Кстати, это не самый длительный эксперимент. Список возглавляет эксперимент Роскосмоса Марс 500. Он длился целых 519 дней. Напишите в комментариях, как бы вы исправлялись со скукой. А следующая новость пришла к нам из Америки, где ученым удалось выделить вирусы, состоящие, внимание, из пяти независимых частей. Представляете, оказывается, есть вирусы, состоящие из нескольких частей. Ученые предполагают, что это необходимо для компенсации высокого уровня ошибок при репликации РНК. Чтобы такой вирус мог заразить клетку, ему нужно собрать все свои части вместе, своего рода трансформер. Это как в Power Rangers, когда они собирались в Мегазорды. Такие многокомпонентные вирусы весьма популярны у растений, а вот у животных их еще не обнаруживали. Найденный вирус может заражать только комаров, и то ненадолго, не смертельно. Так, 3-4 дня постельного режима с горячим чаем. И последняя новость. Внимание, мозга взрывная. Физики изданий США изучили процесс образования трещин в жидкости. Да-да, в жидкости тоже могут быть трещины. В результате экспериментов связка с упругим раствором полистирола было обнаружено, что в жидкости может образовываться одновременно несколько трещин, причем при одних и тех же параметрах процесса. Это тоже не так, как у твердых тел. Когда мы берем твердое тело и начинаем ломать, то эффект зависит от наличия микродефектов, которые изначально были в материале. В жидкости же все по-другому, так как в ней не может быть микродефектов. Но какой именно механизм, ученые пока не знают. А на этом у нас все новости. И не забывайте, делитесь этим видео с друзьями. И помните, наука намного интереснее, чем вам кажется. Пока! А чтобы не пропустить новые видео, подписывайся на наш канал. Самые свежие новости проекта, а также прикольные фотки на наших страницах в Фейсбуке, ВКонтакте и Твиттере. Все ссылки в описании. Также не забывай рассказать о проекте своим друзьям. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok